Привет, друзья! Один раз в жизни, я думаю, могу с вами поздороваться обратной стороной ладони. И если кому-то еще сразу не очевидно, что это означает, то, ну, наверное, как-нибудь потом догадаетесь. Друзья, есть множество молодых людей и мужчин, для которых отношения это не фантик, а что-то очень серьезное. Есть много парней и мужчин, которые хотят хорошую семью, традиционную семью и навсегда. С этим есть огромные проблемы, не только в России, сейчас во всем мире с этим проблемы. Где-то меньше, где-то больше. Чуть попроще с этим в жестких каких-то мусульманских странах, где женщин никто не спрашивает их мнения, но во всех таких как бы европейско-демократических странах, во всех, которые живут в таком стиле, огромные проблемы. Потому что люди сейчас в связи с наступлением века информации получили множество свобод, но не получили должного образования, не знают, как с этими свободами управляться. В итоге мы сейчас живем в таком информационном поле, когда девушки, женщины в основном только думают о развлечениях и путешествиях. Есть, конечно, многие, которые просто зажаты какими-то жесткими условиями бытия. Им просто приходится впахивать, приходится работать жутко как-то. И они, да, более приспособлены как-то к жизни, более адекватны. Но я много раз общался с такими девушками, с такими женщинами. И они отвечают примерно одно и то же всегда. Когда спрашиваешь, а вот если тебе сделать наконец-то, чтобы стало все хорошо, и больше не нужно будет работать, ты будешь свободна. С тобой будет мужчина, ну, например, я, который тебе, пожалуйста, обеспечит нормально твой быт. Все у тебя будет классно, никаких проблем, будешь здорово, счастливо. Платья у тебя будут и туфли у тебя будут. Ну, не в смысле шикарные, люксовые, но все необходимое и даже сверх того будет. Что тогда будешь делать? И ответ приблизительно один всегда. Мне нужно будет отдыхать. Мне нужен будет отдых, постоянный отдых. И я спрашиваю, отдых от чего, если ты уже свободна и тебе не нужно работать? Ты находишься дома и у тебя все хорошо. У тебя даже пока детей еще нет. От чего отдыхать? Ответ всегда один и тот же. Не знаю от чего, но знаю, что на морях. То есть вот если все проблемы убрать, то мне нужно моря, моря, моря. Когда я арендовал предыдущую квартиру, там были очень порядочные собственники. Один из них, ну, в общем, муж участвует в СВО, а его супруга вот как раз занималась всеми этими квартирными вопросами. И она была такая хорошая мама, такая вежливая, чистоплотная, образцовая. Но когда мы разговорились чуть больше, она тоже сказала, ой, вот эти все хлопоты с детьми, ой, так это все напрягает. А я хотела бы гулять по ресторанам каждый день. Я хотела бы, вот то, о чем мне мечтается, это кататься на машине, пить вино и так далее. Понимаете? И в этом году, если кто-то еще сомневается, как это все бывает, если кто-то думает, да нет, вот есть очень много там женщин, которые там вообще все классно, вообще просто вот нормально живешь, и там все, она за тебя, и там на всю жизнь, и совместные планы. В этом году ко мне обратился знакомый из моего голосового сообщества, из Дискорда, который объяснил, что его жена была с ним 10 лет, и они прошли очень многое вместе, и ремонт вместе делали, и она его поддерживала. А в итоге она стала обращаться к нему внезапно, ну как внезапно, довольно быстро как-то изменилась, стала обращаться как, ну не хочется слово употреблять, очень некрасиво стала обращаться с ним. И бросила его. Почему? Она объяснила. Потому что, когда я за тебя выходила, ты вот как бы мне казался подходящим партнером, но цель жизни моей были рестораны, моря, вот эти все там кальяны, поездки, кататься на машинах дорогих. И я стремилась, я ждала, я тебя поддерживала 10 лет, и за 10 лет, ну да, есть там квартирка, да, есть там ремонт, да, человек вот-вот получал уже научную степень, и после развода получил. Да, у человека были перспективы. Но она не увидела дорогих машин, морей и ресторанов. И она говорит, я терпела-терпела и бросила. То есть даже человек, который 10 лет, рука об руку, плечом к плечу, и даже поддерживала, оказывается, она думала не о любимом мужчине, а думала о морях. И у нее лопнуло терпение. Она говорит, у меня еще есть там годы какие-то, когда я еще могу успеть. И все, и побежала успевать свои моря там скакать по другим мужикам, понимаете. А вот честного человека бросила, который там, ну очень честный и порядочный. Насколько я знаю, мы общались много. То есть проблема огромная, и учредить что-то стабильное, ну вот никак не получается. Это очень-очень-очень сложно. Прозанимавшись этим вопросом много лет, я пришел к пониманию, что мне было бы неплохо жениться на какой-то девушке более-менее зависимой от меня. Я вообще привык переживать за чувства других людей. И для меня, скажем так, если девушка зависима от меня, это не означает, что я возрадуюсь, захохочу сатанинским смехом и буду ее эксплуатировать там как-то, ну не знаю, как-то вот жестко, как-то напрягать, заставлять там какие-то, я не знаю, все время там быть кухаркой, уборщицей. Нет, ничего подобного. Я всегда очень хорошо отношусь к девушкам, женщинам, которые нормально себя умеют вести в помещении, с которыми можно рядом нормально находиться, и они тебя не запилят, не заедят, которые уважительно относятся нормально. Я очень хорошо отношусь, и судя по их отзывам, давал им всегда гораздо больше, чем они вообще представляли себе, чем они рассчитывали. И для меня, если девушка зависима в какой-то степени, это лишь означает, что она не сможет создать мне какие-то явные ощутимые проблемы. Потому что моя цель в любом случае относиться хорошо, и для меня неприемлемы отношения, где кто-то типа вот сам по себе там живет эгоист, а другой просто плетется там хвостиком, где один другого затыкает, где там либо мужчина подкаблучник, да, либо женщина просто рабыня какая-то. Для меня это неприемлемо. Для меня очень важно нормально разговаривать, смотреть в глаза друг к другу, делиться ощущениями, чувствами, проблемами, обмениваться информацией. То есть для меня очень важно такое взаимоуважительное общение. Поэтому, как я уже сказал, повторюсь, да, если девушка зависима, для меня это всего лишь означает, что она не может создать мне большие проблемы. Что такое большие проблемы? Ну, например, развод и забрала детей. Для меня очень важно воспитать детей, чтобы я это сделал, чтобы я научил детей всему необходимому. Вы увидите, как это будет происходить. Я буду делиться этим на ютубе, я буду регулярно показывать, что я делаю и как. Это будет уже относительно скоро. Пара лет пройдет, уже увидите много результатов интересных. И для меня важно, да, чтобы детей у меня не забрали. Потому что забрать детей, ну, и чтобы я потом 20 лет платил алименты. А напоминаю, друзья, или может кто-то не знал, согласно Конституции, пока ребенок продолжает учиться, родители экономически за него в ответе до 23 лет включительно. То есть, если ребенку было 2 года, его у вас забрали и алименты, то 21 год, если ребенок будет учиться после 18, 21 год нужно платить алименты. То есть, понимаете, остаться в таком финансовом минусе, без возможности растить и обучать своих детей и искать с нуля заново новую семью, объясняя, что ты уже разведенщик и алиментщик. Ну, понимаете, насколько это удобно, да, никому этого не хочется. Не хочется быть, как это, разведенцем с прицепом, да. Есть ужасно дискриминирующий термин, который я резко осуждаю. Разведенка с прицепом. Хоть такие женщины и не являются моей первостепенной целью, да, но дискриминировать их все-таки как бы не призываю. Вот, а я был бы разведенец с прицепом. Никто этого не хочет. Так вот, друзья, как найти зависимую девушку, если в нашей страшной такой вот стране, да, где, ну, я имею в виду в кавычках, я очень люблю Россию, саркастически я это имею в виду, когда вот кровавый Путин, кровавый Кремль, да, всех задушили, и у меня есть знакомые, где одна девушка, вот у одной три мальчика было, она детдомовская, и у нее две квартиры, трехкомнатная и двухкомнатная. В общем, сначала она однушку получала как детдомовская, потом рожала детей, там где-то что-то как-то материнский капитал, там еще как-то что-то, но в итоге у нее трешка и двушка. Ну, не в Москве, конечно, там, но в другом обл-центре, в другом субъекте федерации. Еще одну знакомую знал, которая жила, скажем, в хорошей коммуналке, у нее была просторная комната, и там хороший санузел, хорошая кухня, в коммуналке в Москве, недалеко от центра, в хорошем месте, в очень таком гулятельном, приятном, хорошем месте, и она жила, ну, просто в такой большой просторной комнате с тремя дочерьми, старшей восемь и там меньше. И она только выполняла нерегулярные какие-то частные маленькие работы по пошиву, и правительство ей перечисляло деньги, и ей хватало платить за эту комнату, кушать, одеваться. Понимаете? То есть в такой стране найти зависимую девушку, которая и просто по-человечески нормально бы относилась, и не пила, не курила, и была бы привлекательна, и чтобы у нее не было никакой мамы с квартирой, которая давно мечтает о внуках и с удовольствием будет их нянчить. И понимаете, для девушек, которые изначально не ставят перед собой цель учредить в своей жизни что-то такое очень стабильное, очень постоянное, девушки, которые не знают, зачем им вечные отношения с одним и тем же человеком, которые не знают, с какой стати нужно держаться за мужчину, который вот где-то он был строг с тобой, где-то он что-то сделал не по-твоему, где-то он не захотел разделить с тобой твое увлечение или твой интерес. И вот они не понимают, зачем за такого держаться всю жизнь. Так вот, такие девушки с удовольствием всегда разведутся, ну, может быть, как бы есть еще некоторая лень, инерция, но в итоге они разводятся, живут с мамой, делают какой-нибудь маникюр на дому, мама присматривает за детьми, когда нужно, и я только здесь сейчас, где живу, в городе Липецк, знаю несколько таких матерей под 30 и за 30, у которых под двое детей, и они даже не выглядят матерями, они выглядят молодыми фифами с неомраченным лицом, потому что слишком сильно бабушка с дедушкой помогают, значит, сидят с внуками и материально помогают. И у них какие-то ерундовые просто работы, где они очень мало зарабатывают, но у одной там даже машинка есть небольшая, и она там ездит, все, и ночью ты ей пишешь, она сидит в ресторане, выпивает алкоголь с подругой, в ресторане, где это очень дорого. Она как бы вот так периодически регулярно посиживая в ресторане, просто на одну свою зарплату выпьет алкоголя за месяц. А родители помогают, и все классно. Так вот, такая девушка, как она, как вы ее удержите? Она изначально не знает, зачем держаться за человека, чтобы постоянно, чтобы вечно, ну нет таких каких-то запросов внутри психических. А тут что-то ее напрягает. И понимаете, в чем еще подвох? Есть такая вещь, о которой молодые люди не думают, а она работает, очень плохая вещь. Когда молодой человек получает хорошую работу и начинает расти по карьере, он думает, ну вот я теперь больше зарабатываю, я более привлекателен для женщин. А теперь я еще больше зарабатываю, теперь я еще больше привлекателен для женщин. Но для его законной супруги, когда у него официальная белая зарплата, это выглядит так. Если я с ним разведусь, это теперь еще больше алиментов, а теперь еще больше алиментов, а теперь еще больше алиментов. И если он ее в чем-то раздражает, в чем-то где-то напрягает, то вот по мере того, как он растет по зарплате и думает, я теперь еще более привлекателен, она теперь еще больше меня будет уважать. Нет. Этот молодой человек, ее муж, супруг молодой, напрягает в чем-то, а развестись с ним становится все более и более и более привлекательно. И теперь, разведясь, она вообще получается как сыр в масле, она живет с мамой, мама помогает с ребенком, как бы она вот в непосредственности, не надо отвозить ребенка, все время здесь, деньги есть, я же говорю, маникюр на дому, алименты большие и по свиданиям еще может ходить. Просто половина страны сейчас так делает, никак это контролировать нельзя. То есть, чтобы найти надежную девушку, которая не будет думать о морях, которая будет и симпатична, и уважительна, и, ну не знаю, это так трудно. В нашем коллективе, в моем коллективе, один из товарищей нашел такую замечательную женщину, девушку молодую. Но, как бы, если уж совсем придираться, то, скажем так, если бы я искал себе сейчас, ну вернее как, я уже нашел, да, но если бы я был в поиске, я бы, ну, я бы, как бы, изначально ориентировался на кого-то немного помоложе. То есть, когда находишь уже хорошего человека, но хорошему человеку там уже, ну, не то чтобы очень много лет, но все-таки там не самый предпочтительный возраст, да, и ты должен согласиться на то, что есть. Ну, как бы такое, ну, я не знаю. То есть, вы меня понимаете. То есть, мне не хочется ни одного плохого слова сказать про моего товарища и его женщину, которая замечательный человек и вообще все прекрасно. Вот. Но выбора практически нет. То есть, найти одну хорошую женщину, это уже чудо. И если там какие-то нюансы будут, которые не вполне вас устраивают, то, ну, как бы, вы нашли одну за 5 или 10 лет. Я не нашел ни одну за 13 лет. И придется с этим мириться. Вот что есть, то есть, да. Поэтому, друзья, я обратил свой взор за границу. Почему? Потому что я не напитан никакой либеральной пропагандой. Я изучал, как в самом деле устроена жизнь на планете. И я знаю, что 90% или больше, чем 90% населения Земли живут гораздо хуже, чем в России. То есть, например, вы можете, я не знаю, включить просто какую-нибудь передачу, где иностранцы, которые живут в России, рассказывают, как им в России. И они говорят, во Франции, в Париже мне было очень небезопасно на улицах. А в Москве безопасно. Или можете просто загуглить там улицы Филадельфии, например. И вам покажут, что происходит в Соединенных Штатах на улицах Филадельфии. Например, в этом году. Это просто, это за гранью фантастики вообще. Там специальные урны стоят для шприцов, для иголок-наркоманов. То есть, чтобы иглы туда сбрасывали, чтобы они не валялись везде, чтобы люди не наступали на них какими-то босыми ногами в наркотическом бреду и не заражались какими-то там спидами, вичами и так далее. То есть, просто если вы загуглите, вы увидите хоррор вообще. Хоррор наяву. И в России действительно гораздо-гораздо лучше, чем в очень многих странах. И я стал изучать этот вопрос и понял, что, во-первых, действительно согласно законодательству, если жена из-за рубежа, неважно из какой страны, даже если она из Лихтенштейна, где там супер-супер валовый продукт на человека в год, где там нереальный типа какой-то уровень жизни, ну это такое очень искусственное государство, крохотуличное. Ну ладно. То есть, даже если оттуда будет супруга, детей она никак не сможет забрать к себе просто по закону, потому что несовершеннолетних детей, маленьких, только с согласия двоих родителей можно вывозить, а один родитель никогда и ни за что несовершеннолетнего российского гражданина без согласия второго родителя не вывезет. Вы попробуете через границу проехать два родителя с одним своим маленьким ребенком, со всеми настоящими документами, но где-то вы или забыли одну бумажку, или где-то там какая-то дата чуть-чуть затерта, там немножко цифра какая-то неявно видна, вас снимут с поезда, вас не посадят на самолет, хотя вы настоящие родители, ребенок вас признает, и сами пограничники это понимают, но где-то одна цифра непонятна. Божечки упаси, выпустить под сомнительными документами российского несовершеннолетнего, значит, гражданина, ребенка за границу, ни в коем случае. То есть, за этим следят, и детей никто не заберет. Второе, если ваша вторая половинка, да, если моя вторая половинка будет из какого-то региона, который по каким-то своим причинам, неважно по каким, она считает проблемным, нежелательным, и в России она почувствует себя лучше, то она искренне будет желать жить здесь и не захочет отсюда уезжать. Это было интересно, и я стал изучать, как это все работает, стал изучать, скажем так, английский язык у меня уже хорошо поставлен, я стал смотреть, что я могу сделать при помощи английского языка, но, к сожалению, все основные страны, которые говорят на английском, самые интересные, это как раз западный блок, вражеский, который против нас ввел санкции, там страшная антироссийская пропаганда, и кроме того, что там и женщин особенно привлекательных нет, ну и как бы они оттуда и ехать сюда не хотят, и никогда не согласятся, и так далее. Также английский язык в Африке распространен, но, скажем так, в Африке можно, скажем так, в Африке в основном чернокожее население, и хотя я общался с многими темнокожими, чернокожими девушками, и многие мне нравились, и у меня вообще нет никаких там представлений, что, ну, в общем, никаких там ни расизмов, ни шовинизмов у меня никогда не было, я воспитан на советских добрых книжках, для меня все люди на планете должны дружить, все, у кого есть мозг, просто должны получить, ну, то есть я имею в виду вообще всех людей, да, просто должны получить хорошее воспитание и жить, дружить, и все классно. И для меня нет никаких проблем быть с черной женой, то есть, ну, вот, быть женатым на чернокожей женщине, девушке, но я хотел найти какое-то комплексное глобальное решение проблемы, которое могло бы подойти многим людям. И поскольку у меня целое сообщество, если бы мы просто наладили какой-то трафик каких-то девушек из какой-то очень бедной республики, из Африки, все бы обзавелись чернокожими женами, и все бы потом нарожали чернокожих детей, это было бы как-то очень странно. То есть для людей бы это выглядело как-то непривычно, и я думаю, что мы бы столкнулись с многими проявлениями такого, знаете, бытового расизма, такого кухонного расизма, когда люди это видят и говорят, вот, почему, что это такое, откуда они набрали этих негритянских жен, это 100% какая-то секта, это какая-то страшная секта, не надо с ними общаться. То есть, понимаете, бывают такие проблемы. Вот. Поэтому я рассматривал, как с этим быть как-то более широко, более глобально. Для этого я решил выучить еще один язык, потому что я так оценивал, какие языки в мире распространены. И вот я раньше разговаривал на французском, уже много лет не говорил, уже подзабыл, его основы остались, а как бы поговорить не могу. Но французский язык, он во Франции, немножко в Канаде, там, в Квебеке, кажется. И, ну, где еще? То есть есть какие-то африканские республики, которые говорят на французском, то есть ничего не меняется, то есть можно на английском из многих там африканских республик выбирать с ними общаться, можно на французском, но это только больше сложностей. Как бы английский уже хорошо знаешь, а тут французский не дает дополнительного преимущества. Я тогда решил выучить испанский. И с успехом это сделал. Уже было видео, первая часть, там такой быстрый вводный курс по испанскому. Я хочу еще пару частей записать, просто там партнер, как бы товарищ мой, Дмитрий Львович, который участвовал, ну, вот как партнер участвовал в этом видео, он, ну, пока у него свои дела. И, в общем, я думаю, попозже выйдет. То есть испанский язык, он еще, как бы, дает, ну, Испанию и Латинскую Америку, это полтора континента. Это очень много, это много стран, много культур, много различных ситуаций. И, в общем-то, получается, французский язык, он не очень важен. Все-таки там те несколько африканских республик и сама Франция. Это не так круто, потому что, когда ты в соседних же республиках можешь просто на английском говорить, ну, ты, в принципе, те же задачи можешь решать. Вот, а тут целые новые полтора континента вместе с Испанией, да, очень здорово, очень удобно. Так вот, я нашел, скажем так, все свои приключения я описывать не буду. Это нужно рассказывать, я не знаю, месяц. Это надо сделать сериал, и там хоррор такой, что волосы назад с попкорном. В общем, это адовые просто приключения. Но постаравшись, поднапрягшись, затратив дикое количество денег, подвергнув свою жизнь и свое здоровье очень большому риску, я все-таки узнал очень много информации. И, собственно, прозанимавшись этим два года, а я этим вопросом очень плотно занимался два года, я, собственно, освоил такую вот науку интернациональных браков. То есть я теперь знаю, из каких стран нужна виза, из каких не нужна виза, что в связи с этим, значит, какие там, где страховки, какие запросы, какие документы, какие опостили, куда бегать, где МВД, там, что переводить, что надо делать на той стране, в той стране, что надо делать, там, какие переводы, куда, как осуществлять, через какие страны, да, потому что эти все системы международные не работают. То есть я выучил целую науку таких вот интернациональных браков, которые, собственно, их цель создать надежный брак. И сейчас я нашел девушку, которая, скажем так, мне в самом деле есть за что ее уважать. Она работала с детства руками, после чего она работала, ну, уже просто на всяких там разных работах, и работала тяжело, и жила в очень трудных условиях. И, скажем так, при этом она довольно и общительная, и харизматичная, незажатая, и умеет постоять за себя, и у нее есть чувство собственного достоинства. Это очень важно, для меня это очень приятно, потому что в различных каких-то жизненных ситуациях, когда была какая-то возможность больше зарабатывать, но для этого там как-нибудь раздеться там наполовину, или там еще что-нибудь, ну, я не имею в виду совсем эротику, да, ну, вот там просили там, а можно ты будешь там где-то работать, ну, там тепло и все такое, но ты там в купальнике будешь работать. Она никогда не соглашалась на это, и из-за этого зарабатывала меньше, да, но вот у девушки есть чувство собственного достоинства. И, получается, человек с одной стороны работал, понимает, как в жизни добывается кусок хлеба, и жила в, как бы, скажем так, в такой атмосфере довольно беспросветной, довольно бесперспективной, когда непонятно, как тебе эффективно развиться, получить хорошую работу, хорошее образование, как жить дальше. И при всем при этом девушка красивая, я не знаю, что еще добавить, когда есть за что уважать, она красивая, у нее есть чувство собственного достоинства, ну, что еще надо? И, собственно, познакомившись и побыв в одном помещении определенное время, я обнаружил, что да, впервые за 13 лет, применив вот эту технологию, да, которую вам сейчас рассказываю, вот такой вот брак с иностранкой, объяснив ей, что у меня намерения самые честные, искренние и порядочные, самое главное, что моя цель именно создать семью, именно жениться, я только ищу хорошую кандидатку, я ищу хорошую женщину. В общем, некоторое время у нас ушло на выяснение, кто есть кто, у кого что в голове, получается, сообразили, что вроде бы все красиво получается, вроде бы как есть согласие, есть нормальное общее видение будущего, и все, я перевез ее сюда, похлопотал, позанимался ее документами, как я сказал, я эту всю науку уже выучил, и да, пришлось затратить очень много денег и выучить еще один язык, но в итоге у меня действительно получился, получилась такая ситуация, когда находишься с человеком в одном помещении, и, ну я не знаю, вот со временем ссор меньше, меньше и меньше, они как бы растворяются, как по обратной экспоненте, ну там, извините, не все понимают, как это обратная экспонента, ну в смысле, вот сначала было много ссор, а теперь с течением дней, там, недель, вот так это меньше, 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 меньше становится, то есть практически, то есть сначала там где-то какие-то конфликты, острые углы, но теперь все меньше, 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 и нигде даже вот уже теперь даже где-то сильные ссоры там были, ну всегда бывают, знаете, но даже не рассматривается, что я хотел бы ее гипотетически отправить назад, или она хотела бы отправиться назад, при этом, как я уже сказал, у девушки есть чувство собственного достоинства, и она говорит, я никогда не потерплю унижений, конфликты, это бывает, бывает люди там злятся, ругаются друг на друга, но если меня начнут унижать, если мне объяснят, что я здесь человек второго сорта, я уеду назад и всю жизнь буду работать, пусть в самых плохих условиях, но я буду вот честная, порядочная девушка, я буду там работать, унижения не потерплю, и мне очень приятно находиться в одном помещении с таким человеком, то есть я знаю, что все красиво и все по-настоящему, соответственно, я отношусь к ней соответствующе, она тоже очень рада и с удовольствием, с радостью, с улыбкой на лице рассказывает всем знакомым и всем родственникам, что здесь она нашла свое настоящее счастье, что здесь приятно, безопасно, что к ней очень хорошо относятся и друзья мои очень хорошо к ней относятся, она чувствует себя ценимой, любимой, что здесь все очень здорово, а деньгами, кстати, человек совершенно не интересуется, и это очень-очень приятно, то есть все, что ей нужно, все покупается, все, что необходимо и сверх того, а каких-то специальных особых запросов, а вот хочу, а почему у меня нет такого, такого ничего нет, соответственно, получается действительно порядочная, классная, замечательная семья. Я думаю, вы поняли, ребята, зачем я вам все это рассказал, это готовая схема, очень сложная схема, но в целом, да, если вы даже не думали, что так можно, если вы даже не могли помыслить о том, что так можно, я вам рассказываю, а вот чтобы вы теперь знали и могли этой схемой хотя бы в будущем воспользоваться, когда, возможно, у вас будет больше денег, когда, возможно, вы лишний язык хотя бы так чуть-чуть подучите. И те мои постоянные зрители, которые самым внимательным образом в том числе и следят за моим сообществом Государства 3.0 ВКонтакте, да, где, ну я, скажем так, где основное все, что касается моей теории, моего там развития общества, я, ну не то чтобы ежедневно веду там эту группу, но основная информация ложится туда, все сбрасываю туда, информация о нашей команде, так помалу, помалу, то есть вот это сообщество будет развиваться в этом направлении. Так вот, те мои постоянные подписчики, которые постоянно за этим следят, знают, что я рекомендовал всем, кто хочет построить какие-то надежные, правильные, стабильные отношения в своей жизни, где он сможет быть счастлив, где его будет устраивать, всем я рекомендовал смотреть переводы американского подкаста на ютубе, который называется Fresh and Fit, да, как бы свежий и подтянутый, да, Fresh and Fit, где там ведущий Майрон, такой темнокожий, бывший ФБРовец, кстати, все это ведет. Вот я рекомендую, начиная со старых видео, все смотреть, можно все шорцы, все в формате шорцев, все с самого старого, просто бесконечно смотреть, смотреть и смотреть переводы. Там вроде Яндекс.Браузер, там умеет видео, прямо голосом сразу переводить по-русски довольно неплохо. И там этот ведущий как раз это и объясняет, что вот эти все тенденции, которые я описал в России, они гораздо в большей форме проявлены в США, и там мужчины просто волками воют. И я на ютубе видел видео от зрелых и таких рослых и симпатичных мужчин, которые живут за границей, переехав из Америки, и они лучше меня, они выглядят гораздо лучше меня, интереснее, приятнее. И они говорят, что они страшные проблемы с поиском женщины имели в Штатах, и за границей им гораздо лучше. А многие люди, у которых есть деньги, они женятся, и ведущий как раз рекомендует находить более традиционных, более нормальных девушек за границей, жениться на них и, ну, либо, если умеешь хорошо контролировать ситуацию, перевозить ее в Штаты, либо, там, кто не уверен в себе, то лучше с ней вот там вот где-то и жить, чтобы она не заразилась вот этим всем влиянием этого информационного поля. Но, в общем, это рабочая схема, которую не я и не вчера придумал. Другие это тоже рекомендуют. Я это сделал и очень доволен и очень счастлив. И я знаю, что никогда у меня не заберут детей, и мне не придется просто так в пустую непонятно кому платить там 20 или 21-2 года алименты, да, где какая-то мать будет в каком-нибудь другом городе, другом субъекте Российской Федерации воспитывать детей с обидой на отца, с ненавистью, там, как-то рассказывать, что он плохой, да, уже этого в моей жизни не случится. Потому что иностранной гражданке по России внутри где-то переезжать некуда, у нее здесь нет никого, ни источника доходов. И, как я вам уже сказал, для меня это в отношениях работает не как повод злорадствовать и эксплуатировать как-то жестоко человека, да, нет, я отношусь прекрасно, и просто я знаю, что она мне не создаст каких-то больших проблем. Как вот, например, да, я вам описал, детей уже у меня никто не заберет, а по счастливому совпадению еще и так получается, что девушка сообразительная, быстро обучаемая, и те какие-то моменты об отношениях, которые она не знала, она быстро изучила, и у нас уже очень мало ссор, то есть я хорошо разбираюсь в отношениях прямо как специалист, прямо как психолог, она этого всего не знала, я ее значительно старше, я ставлю такие убедительные лимиты, то есть какие-то границы, говорю, изволь, пожалуйста, да, я пылинки с тебя сдуваю, на руках тебя ношу, но есть границы нормального общения. Если вот здесь ты пренебрегла, если вот здесь ты отвернулась спиной, если вот здесь ты сказала что-то через зубы, это категорически неприемлемо, я такое не принимаю, это проблема, у нас с тобой все испортится, и все, она просто привыкла, что ладно, ладно, как бы за какие-то рамки не выходишь, все здорово, то есть извини, пожалуйста, постоянно я от нее это слышу, извини, пожалуйста, я действительно никогда с таким не сталкивалась, то есть меня как бы ни мама не научила, никто не научил, я просто не задумывалась, я просто как бы, ну вот теперь, когда ты мне объясняешь, я, говорит, вижу, я понимаю, что ты действительно прав, сравнивая там с другим опытом, и что показывают в кино, ну да, я понимаю, что так не надо, и так не надо, просто есть инерция, есть лень, когда у вас нет рычага на человека, нет никакой почвы, чтобы действительно воздействовать на человека, чтобы вы могли повлиять, то человек по инерции будет вести себя как ведет, не будет никак меняться, а когда рычаг действительно есть, то есть смотри, как тебе здесь хорошо, как к тебе здесь относятся, да, и ты хочешь продолжать жить так, или ты хочешь навсегда все отменить, перечеркнуть и просто вернуться туда, где была и где тебе нравилось гораздо меньше, и ну просто жить, продолжать работать, как ты жила, то есть, ну в этом нет ничего унизительного, да, но вот ты просто реши для себя, ты это хочешь или не хочешь, и человеку предоставляется свободный выбор, она думает и говорит, нет, я все-таки не хочу, то есть если мы поссорились, давай я все-таки услышу тебя, ты услышишь меня, давай поговорим, а мне больше и не надо, отлично, давай поговорим, предлагает, мы разговариваем, все разобрали, замечательно, ну и какой нормальный человек этого не хочет, правда, все нормальные люди этого хотят, я этого добился, вот схема, которая работает для вас, для меня это вышло очень дорого, то есть на вот эту всю полную, там, чтобы и поехать куда надо, и выучить язык, там, заплатить где кому надо, там, за обучение, за всякое такое, и перевести человека, и купить сразу минимально первое необходимое на новом месте, но это за миллион рублей вышло, то есть это просто, просто вот расходы необходимые, это вышло за миллион рублей, поэтому, друзья, если кто-то захочет у меня попросить, ну так, просто помощи по-братски, Торвальд, а помоги мне, пожалуйста, тоже так сделать, ну, тоже понимаете, в какого размера мероприятие вы вписываетесь, вот, но схема работает, я сделал для себя что-то грандиозное, да, в своей жизни, в прошлом году я это же сделал для одного из наших товарищей, то есть год назад, там, чуть меньше, 11 месяцев назад, один из наших товарищей женился тоже на иностранке, иногда в нашем сообществе, на фотографиях она бывает, теперь я, и вот у нас в нашем сообществе есть то, чего обычно нет ни у кого, это контролируемые браки, а это, как я уже сказал, не означает эксплуатацию, не означает унижение, не означает жестокость, это просто означает, что любимая вторая половинка не может создать больших проблем, то есть на нашей порядочности все держится и, к счастью, у нас ее хватает, я еще и за товарищем слежу, когда его супруга жалуется, что он, ну, действительно некрасиво как-то ей ответил, некрасиво как-то повел, я его напрягаю, говорю, то есть, ну, девочка же здесь вот в другой стране, а как если ты ее начнешь обижать, да, как же, как ей жить, вот, она получится, вот, рабыня, которую обижают, не надо, вот, то есть я его напрягаю, я ему объясняю, то есть порядочности у нас хоть отбавляй, друг друга учим, там, друг за другом подмечаем, где что кто-то не так сделал, и в итоге девушки счастливы, как бы овцы целы, волки сыты, пастух доволен, спит, валяется в траве, все счастливы, и это просто чрезвычайно прекрасно, я просто не хочу слишком играть лицом, выражать очень много эмоций, но это действительно что-то вселенски потрясающее, это просто грандиозное достижение, и это наводит на мысль в очередной раз, что успех измеряется не только в долларах. Друзья, перенимайте рабочую схему, понимаю, что это очень непросто, но если кому-то очень надо, то вы уже знаете, как распланировать, что делать и так далее. А если будет, ну, еще там лишние материальные средства у вас будут, ну, можете еще обращаться за какой-то объемной помощью, там, чем смогу, помогу. Вот такие дела, ребят, есть о чем подумать, стройте свое будущее надежно. С вами был Торвальд, пока.